Ха-хай, дорогие друзья, короче, помните вот этого чувака Никита Руфер? Да, я его принял в банду, но не только. Вы его могли видеть в серии, когда я делал самую дорогую машину, это Запорожец, самый дорогой Запорожец, и вот там он очень сильно кричал. И я подумал, раз он такой эмоциональный, почему бы не сделать с ним шоу или эксперимент, что купит бомж на деньги, которые я ему дам. А дам ему сегодня 2 миллиона рублей. Мы посмотрим, что он на них купит. Он еще не знает, я просто с ним катался, он просто сидит и молчит, и я сейчас ему об этом скажу. Вот, в общем-то, я не знаю, как у него будет реакция. Братан, слышно меня? Да, слышно. Короче, смотри, я тебе дам 2 миллиона, при том условии, что ты все покупаешь при мне, и я должен увидеть, что ты купишь, окей? Окей. Серьезно? Да, вот, да, я сниму, что купит бомж на 2 миллиона. Какого ты левела? Какого ты левела? Четыре. Четвертый. Четвертый, а у тебя дом, квартира, что-нибудь есть? Нет, нету. Как у бомжа? Да, может быть, что-нибудь из этого. А, окей, давай тогда. Едем в банке, а тебе перевожу 2 миллиона, и ты при мне, собственно говоря, решаешь, что с ними сделать. Только главное не умереть нам сейчас, да, вместе? Да, конечно. Хорошо, спасибо большое. Неожиданно, правда. Не, ну ты знал, что мы катаемся так-то, да? Не просто так. Ну да, ты мне просто катал, мы просто покатаемся, а тут 2 миллиона тратить буду. Круто, спасибо. Его... Ну, смотри, у тебя максимальная сумма на сервере какая была вообще на руках? Ну, 200 тысяч было, мне друг дал. У меня обманули на машину. А, вон оно как. Ну, слушай, тогда давай, заходи в банк, сейчас мы это исправим. Хорошо. Короче, братишка оказалась уже более-менее адекватным, он пришел в себя, и это хорошо, это мне нравится, потому что без этих лишних криков и без дисторшенов это мне интересно, а главное вылечиться, потому что я чуть не умер. Так, дай свой банковский счет. Так, отлично, деньги я положил, сейчас мы ему переведем список моих счетов, снова заходим, нажимаем питко, так, переводим, так, у него 64, 862, окей, 2100, потому что комиссия, как вы помните, перевести. Итак, ждем выполнения нашей операции банковской, отлично, переведены деньги, немножко меньше на 5 тысяч, я опять не угадал, куда-то 5 тысяч делись, это вы знаете, такая фигня часто происходит. Я тебя перевел, снимай деньги. Офигеть, сейчас сниму, офигеть. Вот, сейчас мы будем смотреть, что же он на них купит вообще, что он приобретет на них, вот интересно. Что возьмет, мы один раз такое делали, там я давал бомжу миллион, и он даже не купил квартиру. Вот, в этот раз мне интересно. Мне пришло 1 миллион 995 тысяч. Да, 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 там комиссия немножко съела, поэтому я ему переведу вот так, чтобы все было ровно. Блин, это круто. Что ты первая хочешь купить, скажи мне? Ну, надо, наверное, скорее всего, купить первую квартиру, потому что я машину хорошую без квартиры не найду. Как размышляет. Что значит, мы ищем тебе квартиру, да, прямо сейчас? Ну, да, получается. Окей, я буду чекать объявления, сейчас напишу за место тебя, и мы отправимся вместе со мной. Поехали в тачку. Хорошо. Короче, ребята, я нашел продавца квартиры для нашего замечательного бомжа, который у нас сегодня приобретает. Вот-вот, и мы уже подъезжаем, он там стоит, нас ждет около Бугатти. А мы с продавцом едем и стоим на красный, рпшный чувак попался. Да. Ага. Он спрашивает, который на Бугатти бить. Некит, садись к нам, Некит. Да, хорошо. Ай, съесть, 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 съесть. Сейчас мы тебе пойдем. Ты хотел квартиру, да? Да. Вот, сейчас мы поедем, вот это продавец. А, хорошо. А можно дверку открыть? Так, я объясняю продавцу, кому надо здесь продавать, потому что деньги не мои, и тратятся, а как бы уже это, деньги Некита, и он должен при мне просто их потратить. Такие условия. А я должен увидеть сам факт сделки, что он купил квартиру. Да, да, за сколько можно квартира? Он за 700 вроде хочет. Хорошо. Да, он тебе кинет предложение, и ты купишь ее. Все, хорошо, понял. Вот так вот получается, мы сейчас стоим на всех красных шритофорах. Я сейчас до сих пор в шоке. Можно будет еще одежду купить? А, почему ты у меня спрашиваешь, деньги твои, ты должен просто показать, что ты купишь. Если хочешь, езжай, покупай. А, ну хорошо, так начали надо машину с квартирой купить нам. Окей, мы едем. Чувак очень рпшный попался, он прям вообще, я не знаю. Он катает просто по кругу меня. Он меня, он, я, я что-то даже не уверен, что есть квартира, и что он ее нам продаст. Так, знакомый двор. Знакомый заезд, да, 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 знаю это место, да, да, да. Не говори, что только здесь. Да ладно, в этом дворе, ребята, все и начиналось, если вы помните. В этом дворе я купил себе первую квартиру, и на Радмире, на втором сервере, начал здесь. И с Димоном Дизари. А, это даже ничего не подозревает. А, вот теперь он не рпшный, кстати. Промазал немного. Тут квартира. Восьмой, восьмой этаж. Я понял, понял, хорошо. Так, окей, давайте посмотрим, что там вообще за квартирка, и что он себе приобрел на эти деньги. Блин, мне интересно, какой дизайн будет в интерьере там этой квартиры. Восьмой этаж, самый высокий, блин, смотровой прям. Ага, он даже не помнит, где живет, понятно. Пф, весело. Так, вот эта квартира. Эта квартира. Предлагаем, окей. Теперь мы посмотрим за самим фактом сделки, что он приобретет. Давай, покупай. 345-й ID. Я думаю, он купит быстро эту квартиру, и сейчас мы посмотрим. Ты его купишь, откроешь, я зайду, посмотрю, окей, что там внутри. Да, хорошо. Окей, интересно получается. Два миллиона, и в этой серии мне уже нравится, как потратил некид свои бабки. Он здесь 708 тысяч предлагает, я соглашаюсь. Да, давай. 708. Дороговато, чуток. Спасибо, чувак, большое. Сейчас я дом открою. Так, окей. Плюс 100к. Удачи тебе. Плюс 100к. Нет, не надо, спасибо. Даша, пошли в гости ко мне, я тебе чаем угощу. Так, окей, он меня угощает чаем. Будешь чай, Леша? Давай, наливай. Хорошо, пошли. Офигеть. Ну, я и знал, что будет такой интерьер, мне он прям нравится, такой уютный, чисто вот, блин. Чисто русский, советский дизайн, прикольно, прикольно сделано. Разделенный санузел. Планировка знакомая, да? Ставь лайк, если у тебя такая же, да, планировка? Так, что у меня там на кухне-то есть? Чаек-то у тебя есть? О, РПшный чайник с водой нам наливает. Окей, теперь нужно спросить, что он еще хочет купить. Ты вроде переодеться хотел, да, там? А, ну да, да. Ну что, поехали тогда, переоденем тебя. Ну хорошо, ладно, тогда можно... Я чайок твой выпил уже весь, выхлебал. А, ну хорошо, хорошо. Ну диван у тебя кошерный, кстати, огромный прям. Я знаю, если хочешь, можешь ко мне в гости заходить. А ты всегда дверь открытую держи, после видоса пацаны к тебе в гости придут. Хорошо. Пацаны, как видос выйдет, приходите к нему в гости в эту хату. А, у него же не прокачана она, точно. Выходим и поехали в магазин одежды покупать ему одежду, как ни странно. Я просто не знаю, что сказать даже. Спасибо тебе огромное. Так, а что у тебя по машине, ты говорил, по машинам? Какие у тебя планы по автомобилям? Ну, какую-нибудь BMW, думаю, можно взять, там. Бэшку, да, хочешь? Среднего класса? Среднего класса. Да, 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 среднего. Понятно, ну я не думал, что ему хватит уже на оставшийся миллион триста тысяч на что-то. Короче, интересно, по чём он возьмёт скин. Сейчас мы едем в магазин одежды и смотрим, за сколько он приобретёт себе одежду. По какой цене он возьмёт себе тряпки и шмотки летающие, мусоровозки. Что это было? Шестьдесят тысяч вот эту одёжку. Шестьдесят косарей она стоит, да? Стоит, да? Да, шестьдесят тысяч. Ну ты нормально преобразился так, нормально. Как пацан выглядишь. Как пацан выглядишь. Да, мне даже нравится очень сильно. Прям вообще нравится, да? Да. Да. Тем более то, что ты мне ещё денег дал. Это вообще круто, сейчас машину себе куплю. Ну погнали теперь за тачкой получается? Получается. Да, пошли. Интересно, какую машину он именно выберёт? Там много BMW в среднем классе, их реально очень много. Интересно, какую же всё-таки одну он возьмёт. Потому что только на одну ему хватит. Потому что сколько у него там? Хотя... Погнали. Как это? У него там миллион двести с лишним, ребята? У него ещё дофигища денег. Я ему даже с лихвой отдал деньги. А остатки? Остатки по правилам наше шоу возвращаются, ребята. Не все два миллиона он может потратить. Стой, открой ещё раз. Ты равно, хрен, закрывёшь. Всё. Слушай, Лёша, мне, наверное, права надо, чтобы машину иметь. Лёша, я затюнил. Ой, я сдал на права. Ты сдал на права, всё? А, всё? Да, я сдал. Теперь едем покупать тебе машину. Короче, пацаны, без прав он не мог купить машину. Я не знаю, на что я рассчитывал. Но в любом случае, я даже даю своего, чтобы он сдал на права. Эти деньги он тоже потратил, кстати говоря, на сдачу прав. И поэтому отправляемся теперь покупать ему точно автомобиль. Так, ребята, появилась тачка, он что-то себе приобрёл. О-я-я, Е-34 взял себе. Ты себе Бэху купил чёрную? Я такую красавицу купил. Ну давай, открывай, прокатимся. Прокати меня, прокати, давай. Да, поехали. Почём взял... Можно сами. 730 вроде она стоит. Почём взял ты её? За 530 тысяч, но я думаю, ещё её можно затюнить. А, то есть ты едешь её тюнинговать прямо сейчас, да? Ну да, и с кем можно. Ну, у тебя остались же деньги, да, соответственно, ты должен их потратить? Да, у меня осталось почти 700 тысяч. Ну тогда езжай, тратить их при мне, ты должен потратить все деньги, напоминаю. Напоминаю. Всё, хорошо. Так, куда мы сейчас тогда двигаемся с тобой? Поехали сейчас на СТО и Арзамаса. Ага. Тут вроде бы недалеко. Ну да, здесь недалеко, и ты там будешь тюнинговаться, я так понимаю, да? Да. Окей, он решил затюнить свою бэху, которую только что купил. Интересное и однозначно спорное решение, но в любом случае, никто не говорит, что парни должны рационально тратить деньги, которые упали буквально с неба. Так, проедет на красный? Проедет, а, деньги появились, ну чё творит, а? Проехал на красный, чувак, ну ё-моё. Капец. Вот что получается, да, как? Понятно. Леша, сможешь мне какие-нибудь номера подогнать? Подогнать нет, только на те деньги, которые я тебе дал, если ты сможешь у кого-то их купить через сообщение, там, не знаю. А, хорошо. У меня телефона нету, так что я никак не смогу. А, у него вообще ничего нету, ребята, неправда, телефона. Механик, тюнинг. Тюнинг, тюнинг. Тюнинг, ребята, ребят. Тюнинг. Ты ему машину открой ещё. Так. Окей, он, он, видимо, тюнингуется, реально, заезжаем полной тачкой. У нас ещё один чувак просто подсел посмотреть, что происходит здесь. Ну что, посмотрим, что он там себе установит. Интересно, мне реально интересно, что уже там может всё вновить. Механик вообще крутая, да? Да-да-да, бандитская такая, чисто чёрная, пацанская. Да, я так и хотела. По нему было видно и понятно, он вообще идеально вообще всё. Ну что, сейчас буду её преображать. Всё в свою роль купил, вот прям вот, выглядит чисто под бэху. И хата у него чисто под бэху. Всё прям вообще подходит. Так, он выбирает диски, смотрите, я прям отсюда вижу, как он их выбирает. Мне кажется, на Воссонах он остановится. Вот эти он сейчас прям возьмёт и установит. Ему хватит денег и он их возьмёт. Думает, думает, смотрите, держится на этих дисках. Нет, нет, не взял. Блин, я не угадал. Сейчас мне поставят самые дорогие почти тут колёса. Ты Воссоны взял? Да, какие-то такие крутые. Я угадал, я угадал, я так и знал. Да, я так и знал. Но они реально вот с ней смотрятся прям идеально. Да, я согласен. С бэхой Воссона это прям классика. Да, бэхо чёрные и Воссоны такие тоже красивые. Ну, блин, интересно. По чём ты их взял? Бэху за 530, а Воссона за 560. Стоит столько же, сколько им машина, прикинь? Ну ты, конечно, да, дал жару. Прикольно, прикольно. Зато теперь крутая машина, бандитская такая. Ну реально, реально, ждём, пока он их установит. Открою тачку сейчас. Выйдем, посмотрим на машину, на твою. Всё, спасибо, механик. Поехали её ещё занедем слегка. Ты на последней бабке решил её занизить ещё, да, я так понимаю? Да, вообще, просто крутая машина. Нормально, нормально, парень знает, тему знает, толк сечёт, волокёт, понятно. Не зря ему дал деньги, он, как мне кажется, за 2 миллиона он сделал всё, что можно было с ними сделать. Тачка вообще крутая. Ну она реально смотрится топово. Тут не поспоришь. Салам алейкум, братаны! Некит, куда мы едем? Пружины срезать. В Южный, да? А-а-а, ну, тут, конечно, блин, как ещё иначе? Да, тачка вообще крутая получилась. Спасибо тебе, огромное, Реша. Смотри, за тобой другая Бэха пятёрка тоже увязалась, я 60-е. А-а, да, прикольно. У тебя уже отжать Бэху хотят, смотри, бандиты другие. А-а-ё-ба, надо быстрее ехать. Чё, будешь теперь бомжей прессовать на Бэхе, да? В хату их себе возить, да, тёлок? Да, тёлок. Ха-ха-ха, ну да. Ха-ха, всё, развлекаться по полной будешь. Скоро тебе после видоса ещё люди туда бегать начнут же в хату. Я буду гостей принимать. Чаем, да, их поить будешь? Ну да, но есть ещё кое-что. Пацаны, заходите, заходите, да. Будет небольшая задержка в выходе этого ролика и с тем, что произошло прямо сейчас. Несколько дней, три, наверное, дня, возможно. Но в любом случае, приходите к нему в хату, я думаю, он будет рад вам. Ребята, что вы творите? Передай привет Денчику и мне, ребята. Всё, я передаю вам привет, я думаю, вы уже это увидите, Савелий. Вы уже прям нарочито попали в ролик, я уже думаю, как тут не передать привет. Короче, в любом случае, мы сейчас едем срезать пружины и посмотрим, на какую вообще он низину возьмёт эти самые спилы. Сейчас направо. Я тебя смотрю уже 4 года. Да ладно? Нет, 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 даже больше, погоди. Смотри, он пружины срезал там, давай глянем. Ема какая, а! Ну прям вообще шик блеск, а! Ну чё, некий, я официально сейчас делаю удар по твоей машине и отпускаю тебя. Теперь оставшиеся деньги ты положишь на свой счёт, заплатишь за дом и, собственно говоря, мы с тобой прощаемся. Теперь ты официально прокачан, 2 миллиона ты потратил реально с мозгами и реально не прокакал их, и, собственно говоря, мне понравилось, как ты их потратил. Мы с тобой расходимся, давай, удачи, можешь ехать. Удачи тебе тоже, спасибо тебе огромное. Да ладно, не за что. Мне тоже здесь бесит. Всё, удачи тебе. Давай, жди гостей. Ну всё, ребята, серия подходит к концу, некий поехал кататься. Ну а я с вами прощаюсь, до скорой встречи, пока.